Положительный тест на ковид-19, сложные роды, множественные разрывы, страх, паника, поездка на скорой в другую больницу, к тяжелым ковидным больным, первый взгляд на малыша через фото в WhatsApp и все это за несколько часов. Совсем не так себе представляла день встречи со своим первенцем елизавчанка Юлия Коваленко. Эта история произошла еще в октябре прошлого года, но получила широкую огласку только сейчас. Беременность девушки, по ее словам, проходила без нареканий. Когда пришло время, ее направили рожать в краевой роддом в Петропавловске, где при поступлении сделали тест на коронавирус. Когда началась родовая деятельность, поначалу все шло по стандартному сценарию, но потом что-то пошло не так. Начинается суета, все что-то бегают, закрываются. Я говорю, что происходит, что такое. Они такие, ничего, все нормально. Я такая смотрю, уже что-то происходит, все по коридорам кричат. Что-то позвонил, кто-то позвонил, сказали, что тревога. И медсестра приходит и говорит, что пришел тест положительный на коронавирус, мазок мой, который я сдавала, когда поступала 16 числа. И они надевают эти скафандры свои, средства защиты. И я их зову. У меня уже начинаются потуги, которые должны идти очень мало времени, как я потом узнала, потому что я не знала это. У меня они очень долго шли. Они все переодевались. Я их звала. У них какого-то охранника посадили там у меня. Я их звала, говорила, пожалуйста, подойдите, пожалуйста, подойдите. Никто ко мне не подходил. Говорю, вызовите врача. Врача нет. Врач нас смотрит. Врач скоро подойдет. Врачей не было вообще. Никто не приходил. Им же тоже нужно было сначала одеть все эти костюмы, потом только выйти, прийти ко мне. Сразу после родов ребенка у Юлии забрали. Разрывы зашили под наркозом. После того, как девушка пришла в себя, ее поставили перед выбором. Ехать домой либо в горбольницу номер два, где развернут многопрофильный ковидный стационар. Я говорю, что я не поеду домой. Я очень боюсь. У меня такие разрывы. Я не могу встать. Еле вообще хожу. Я поеду на СРВ, чтобы у меня было под наблюдением, что я дома буду делать. Все перечисленные события уместились всего в несколько часов. Юлия родила сына в 11 утра, а уже в 5 вечера в карете скорой помощи ехала в другую больницу. Но и тут ее подстерегали неприятности. В 5 вечера мне выдают мои вещи. Там сумки для беременных очень большие, очень тяжелые. Мне выдают вот эту сумку, которая должна была ухаживать за ребенком в роддоме. Мне ее выдают. Ну и говорят, все, идите. Я сам ее несу, эту сумку, она тяжелая, все мои пакеты. Выхожу, сажусь, говорю фельдшеру, можно я лягу на каталку в этом, потому что я не могу стоять и сидеть не могу вообще, тем более. Я ложусь на эту каталку, мы по дороге едем. Ехали очень долго, я не знаю, почему мы ехали долго, было уже темно. Вот. И женщину забрали, у нее она прям болела, звонила родственникам, говорила, что у нее коронавирус, что ей плохо, что я еду в больницу, типа мне лучше не становится, она кашляет. У меня никаких симптомов болезни вообще нет. Вот. Я сижу, мне вот так вот закрылось просто курткой, курткой, да, курткой своей закрылось, ну как бы я тоже не хочу болеть. Когда новоиспеченную маму доставили во вторую горбольницу, в нужное отделение она попала не сразу, ее просто не знали, куда определить. Приезжаем на СРВ, они приезжают в отделение, родовое отделение, открывают нам дверь тоже вот в спецзащите и говорят, что, ну, зачем вы приехали? Я говорю, ну вот я родила, я хочу вам на это. Они говорят, у вас, если вы уже родили, вам тут делать нечего. Ну, я ухожу, сам фельдшер не знает, куда нам ехать. Мы едем в гинекологическое отделение, ну, куда еще нам ехать? Там тоже, там оказывается зеленая зона, красная зона, коронавирусная. Зеленая зона, нам говорят, туда тоже не надо, то я поднимаюсь на третий этаж, потом обратно, потом еще куда-то поднимаюсь. Это вообще, это для меня было такое, это очень тяжело было. В итоге меня привозят в хирургическое отделение, я захожу, и говорят, вас сюда пристроят. Я подхожу к женщинам, говорю, пожалуйста, можете меня оформить быстрее, потому что я очень, очень плохо себя чувствую, не могу сидеть, ничего не могу. Они сказали, подождешь, тут много таких, кто болеет. Подумали, я говорю, я после родов. Они такие, жди своей очереди. Я легла на стулья возле этой ординаторской, возле меня сидели люди, кашляли, чихали. Потом приезжают в скорой, другие уже говорят, у него поражение 60% легких, 90% легких. Я просто в такой панике сижу, не знаю, что мне делать. В конечном итоге Юля позвонила родственникам, которые забрали ее домой. На следующий день матери отдали ребенка, а еще через пару дней пришел результат теста на ковид, который взяли во второй горбольнице. Он был отрицательный. За комментариями по этой ситуации корреспонденты МассМедианьюс обратились в региональный Минздрав. Там лишь отметили, что медперсонал роддома в той ситуации действовал строго в рамках приказов министерства о работе в условиях сложной эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также согласно санитарных правил и приказу главного санитарного врача России. Открытыми остаются следующие вопросы. Предусмотрены ли вышеназванными правилами и приказами ситуации, когда женщина уже в процессе родов остается одна, пока медперсонал переодевается в ковидную защиту? И кто должен отвечать за то, что роды, на время оставленные без врачебного наблюдения, в итоге наложили свой отпечаток на здоровье малыша? Почему так долго, спрашивают люди, почему долго я не... Потому что я пошла на плановый осмотр ребенка, и мне сказали, что у ребенка гипоксия была. То есть это проблема в родах, гипоксия. Моя беременность проходила просто идеально. У ребенка выявились вот эти вот последствия моих родов. Вот именно гипоксия, которая именно была во время родов. Коллектив Масс Медианьюса желает молодой маме и ее сыну крепкого здоровья и выражает надежду, что контролирующие органы обратят внимание на эту историю и проведут соответствующие проверки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова